Друзья, всем привет, с вами Будда Гришна. Появились кадры, как муж Собчак, Богомолов, театральный режиссер, говорит об убегантах, в частности, о внесенном в перечень физлице-полоняющей функционального агента на территории СССР Макаревича, ну и остальных. Давайте посмотрим. Абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем или с кем-то еще из этих людей. Вот абсолютно все равно. У меня нету по отношению к ним ничего, кроме как некоторой брезгливости, когда они позволяют себе какие-то агрессивные выпады против своей собственной страны. Ну вот, друзья, вы сами все слышали, многие ринулись обсуждать в русле того, что вот какой он молодец, такой патриот, и вот он на Собчак, видимо, хорошо влияет. Я напомню постановки, которые я, о которых я читал, слава богу, я их не видел, Богомолов, это что-то невероятное. Кармен в Пермском театре, где из-под пышных юбок в его вольной трактовке цыганка достает не розу, а грязный окровавленный тампон. Ну или новая оптимистическая трагедия, по-моему, где он... Там просто, это мрак вообще абсолютнейший. Я, если честно, вообще удивляюсь, как, в принципе, его могли назначить директором какого-либо театра, потому что, еще раз повторюсь, неоднократно в прессе обсуждались его постановки, можете посмотреть их, это просто что-то невероятное. И то, что он стал директором театра, ну, может быть, надо, конечно, теперь говорить так, что он вот такой патриот, так сказать, и все. Я не то, что не поверил его словам, учитывая, что я видел кадры, когда тогда говорили про гражданство Собчак, она отрицала тогда все, и потом скрылось, естественно, что она покинула Россию по паспорту как раз Израиля, и она сказала, что, ну, вы не спрашивали, я ей не говорила. Ну, и тогда были кадры около Израильского посольства с камеры наблюдения, где в Израильское посольство приходили Собчак, там, сын их, Богомолов, и даже его бывшая жена, Мороз. Были такие кадры, ну, зачем они туда ходили, в Израильское посольство, мы с вами обсуждали, может быть, просто чай пили, я не утверждаю, что они там. Ну, у Собчак вот гражданство появилось после этого, не знаю, у кого еще появилось, а у кого был до этого, но вот он там тоже был, поэтому, вы знаете, друзья, говорят, он карьерист, конечно, став директором театра здесь, в России, зарабатывая деньги, а может быть, его кто-то продвинул, чтобы он стал директором театра. Естественно, скажем так, Собчак, который прямо в интервью говорит о том, что можно жить в одной стране, зарабатывать в России, собственно говоря, используя Россию, просто, она этого не говорила, но я, да, как кормовую базу, зарабатываешь и живешь где-то в другой стране. Пенкер ей на это ответил, еще раз повторюсь, это уж просто предательство. Он говорит, я советский человек, как так можно делать? Поэтому она это делает, и, собственно говоря, он это делает, с моей точки зрения, это моя точка зрения. Он директор театра Виктюка в Москве, известный театр. Что он еще должен сказать? Что он симпатизирует им, или что тоже имеет израильское гражданство, или что помогало его делать кому-то еще? Возможно, я не утверждаю. У меня нет веры в те слова, которые он говорит, что он действительно, это его позиция такая, сформированная и так далее. Потому что и его постановки, с моей точки зрения, просто не знаю, что они несут в массы. И, собственно говоря, если бы его не назначили директором театра, сказал бы он это или не сказал, не знаю. Но, скажем так, учитывая все записи, какие-то публикации в СМИ о том, что они с Собчак очень похожи и так далее, и зная такую либеральную точку зрения Собчак, очень сильно сомневаюсь, что люди с разными точками зрения смогли бы ужиться вместе. Так что вот у меня такое мнение. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. Может быть, человек действительно искренен. Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, еще раз повторюсь, подписывайтесь на мой второй официальный канал Будда Гришна Новости в Телеграм. Там больше свободы слова. Мы обсуждаем там миграцию, коррупцию, внутреннюю и внешнюю политику, все самые важные вопросы. Там есть мои стихотворения, картины, песни, новости 24 на 7. Ссылочка внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Обязательно подпишитесь. Канал потихоньку будет становиться основным. И приглашаю вас на свой сайт Будда Гришна.ком. Для бизнесменов, предпринимателей хочу сказать, что если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите мое видеообращение, заинтересует, пишите. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.